Продолжение следует... ...соответствует нулевое измерение. Линии первая, плоскости вторая, а кубу третья. Первый раздел посвящен точке. Здесь нет перемещений и приемы отрабатываются стоя на месте. За точкой следует линия. Это первое измерение и здесь уже появляются перемещения по линии вперед и назад. В этом разделе я расскажу какие приемы отрабатываются при линейных перемещениях. Второе измерение. Это плоскость. В этом измерении появляются перемещения во всех направлениях. Вперед, назад, в стороны и по диагонали. В этом разделе я расскажу какие приемы отрабатываются при перемещениях по плоскости. Последний раздел посвящен кубу. В этом разделе к перемещениям по плоскости добавляются движения вверх и вниз. Здесь я расскажу как и какие приемы отрабатываются в трех измерениях. Но перед тем, как перейти к объяснениям этих стадий, позвольте показать вам упражнение джи-джи-гата, так как в нем все эти принципы проявляются наиболее ярко. Сейчас будет выполнено упражнение джи-джи-гата в двух направлениях, о-мо-те и о-ра. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, и, наоборот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, и, наоборот. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я объясню, как правильно выполняется поклон Итак, поклон стоя, Рицу Рей Поднести руки к груди и затем выполнить поклон Спина должна быть прямой Взгляд направлен приблизительно на руки противника По команде Науре вернуться в исходное положение Теперь я расскажу, как правильно сидеть Сидеть следует так, чтобы большие пальцы ног были наложены друг на друга Не важно, какой из пальцев сверху Просто старайтесь сидеть так, чтобы большие пальцы накладывались друг на друга Таз должен располагаться между пятками Вот пример часто встречающейся ошибки Пальцы ног не касаются друг друга, поэтому таз провален В таком случае быстро встать невозможно Еще один пример Часто люди сидят вот так, скрестив ноги Из такой позы сделать какое-либо действие трудно И защититься от нападения практически невозможно Если вы сидите в такой позе, исправьте ее, пожалуйста, как можно скорее Поклон сидя Опускаться нужно с левой ноги Сидеть следует прямо Расслабьте плечи Кулаки уприте в бедра Оба кулака следует поставить перед коленями и выполнить поклон Сделаем еще раз Поза в поклоне должна быть именно такой Спина прямая Взгляд перемещается соответственно наклону к туловище Как правильно вставать? Вставать следует с правой ноги Когда вы встаете То ноги должны оказаться в том же положении, из которого вы садились Повернитесь, пожалуйста, боком Сядьте, пожалуйста, в пузо сайза Сперва левая нога, затем правая Поклон вперед Встаньте Правая нога, затем левая Давайте еще раз рассмотрим примеры часто встречающихся ошибок Позвольте начать объяснение с позы Си Цзэн Тай Мастер слева от вас показывает правильный поклон Мастер справа показывает ошибки в поклоне Иногда спортсмены переносят центр тяжести на одну из ног Стойка при этом нарушается Это неправильно Принять исходную стойку Теперь я попрошу выполнить поклон вперед Некоторые спортсмены просто выполняют движения руками, а тело при этом не двигается Это очень неправильно Вот так делать поклон одними руками на самом деле очень невежливо Далее Иногда поклон делаю только головой Вот так кланяться только головой Очень плохо Принять исходную стойку Теперь поклон выполняется как бы правильно, но голова при этом задрана Такую ошибку можно видеть очень часто Это тоже очень неправильно, поэтому опустите голову Взгляд при этом должен быть направлен прямо Вернитесь в исходное положение А теперь я попрошу вас обоих сделать поклон правильно Станьте боком Теперь снова выполним поклон правильно и неправильно Вид сбоку Сделайте поклон только руками Теперь поклон только головой Так делать нельзя Даже на соревнованиях можно увидеть спортсменов, которые делают вот такие ошибки Учителя должны исправлять своих учеников Теперь рассмотрим неправильный пример, когда голова задрана Вот так делать очень неправильно Поправляйте, пожалуйста, своих учеников Рассмотрим поклоны из позы сидя Начинайте садиться с левой ноги Вот так раскачиваясь всем телом, вальяжно садиться в позу очень неправильно Садитесь ровно, не нарушая баланса верхней и нижней частей тела Итак, еще раз А теперь я попрошу вас обоих сесть правильно Садитесь Сперва выполним поклон неправильно Бывает, что при поклоне поясница поднимается Когда поясница вот так поднята, это очень плохо Иногда человек горбится и низко наклоняет голову, сгибая шею Это тоже очень плохо В мире буду показывать шею противнику очень опасно Вас могут просто прижать за шею и на этом все кончится Поэтому будьте предельно внимательны Никогда не подставляйте шею И последнее Пример, когда голова задрана Это тоже очень плохо Следите, чтобы этого не было Вот так вот, выполнять поклон с задранной головой очень неверно Встаньте, пожалуйста На этом я заканчиваю объяснение, касающееся поклону На тренировках ученики обычно слушают объяснение учителя в позе сайдза Но иногда учитель может сказать Сядьте свободно Эта поза называется анза Сейчас я расскажу, как нужно сидеть в этой позе Услышав команду, сначала нужно поклониться И только после этого можно сесть в позу анза Вы выполняете поклон и затем садитесь в позу анза Вот так сидеть очень неправильно Это невежливо в принципе И тем более недопустимо по отношению к учителю Нужно скрестить ноги и сесть по-турецки Кулаки следует положить на колени А спину выпрямить Но часто бывает, что ученики кладут руки вот так И сидят вяло, верхняя часть тела наклонена вперед Такая поза, конечно, никуда не годится Следите, чтобы вы не оказались в такой позе Кулаки должны лежать на коленях Спина ровная Вот так сидеть правильно Обратно в позу сайдза Переходите без лишних движений Примите позу сайдза Следите за тем, чтобы подбородок не подавался вперед Сохранялся баланс Верхняя и нижняя части тела должны быть уравновешены Практикуйтесь в этом В позе сайдза можно не только сидеть, но и спешно противостоять атакам противника Сейчас я вас познакомлю с подобным примером Рассмотрим случай, когда нападают на человека, сидящего в сайдзах Он может противостоять атаке, например, вот таким образом Сделаем медленно на счет Сейчас эта техника была показана медленно Теперь попросим выполнить ее без счета Теперь я расскажу о том, как правильно сидеть на стуле Люди, занимающиеся боевым искусством, должны уметь применять его в любом повседневном движении Это очень важно Даже когда вы сидите на стуле, сидеть следует вот так, собрано Чтобы иметь возможность моментально отреагировать на атаку противника Сидя на стуле вот таким образом, моментально отреагировать на атаку противника невозможно Посмотрим, как можно отреагировать на внезапную атаку, если сидеть на стуле правильно Когда вы сидите ровно, нужно быстро вскочить и моментально отреагировать на атаку противника Поэтому я считаю, что люди, занимающиеся боевым искусством, должны научиться правильно сидеть на стуле Теперь я объясню, как правильно ходить В мире Буду люди ходят в естественной позе, си-дзен-тай Нельзя ходить расхлябанно, раскачиваться или вилять бедрами Следует ходить собрано Теперь пример неправильной ходьбы Плечи и бедра расхлябаны Так ходить нельзя При такой походке появляется много уязвимых мест Если ходить расхлябанно, равновесие сохранить трудно И моментально отреагировать на атаку противника невозможно Здесь центр тяжести ушел вверх Отреагировать на атаку невозможно Это положение очень невыгодно Обычно так ходят люди, когда хотят показаться сильным Но при этом легко потерять равновесие или даже упасть Так ходить очень опасно Далее При правильной ходьбе Когда противник нападает Центр тяжести уходит вниз Это дает возможность хладнокровно отреагировать на атаку В данном случае есть время оценить действия противника Центр тяжести опущен Это позволяет быстро перейти к следующему приему Старайтесь ходить таким образом Сейчас я расскажу о стойках Первая стойка Хэйсокудачи Пятки и носки ног плотно прижаты друг к другу Следующая стойка Муцубедачи Пятки остаются прижатыми Носки разводятся наружу под углом 45 градусов Хэйсокудачи Ступни ног расположены параллельно Расстояние от мизинца в ног Ширина плеч Далее Фудоудачи Относительно предыдущей стойки носки несколько разведены Далее Учихачичи дачи Относительно стойки Хэйкудачи Развести пятки в стороны Оба колена немного свести в внутрь Теперь Сокухачичи дачи Относительно предыдущей стойки Теперь разводятся носки Расстояние между пятками несколько шире плеч Далее Шикодачи Колени широко разведены в стороны Носки тоже широко разведены Ноги расставлены широко И ступни находятся примерно на двойной ширине плеч Центр тяжести находится довольно низко Далее Кибодачи Сведите носки вовнутрь Ноги расставлены примерно на две ширины плеч От Чикодачи эта стойка отличается направлением носков и сведением коленей Следите за тем, чтобы центр тяжести был опущен Далее Цинкодачи 70% веса Приходится на впереди стоящую ногу 30% на стоящую сзади Пальцы впереди стоящей ноги направлены прямо вперед Носок ноги стоящей сзади развернут наружу Под углом около 45 градусов Следите за тем, чтобы подошва этой ноги плотно прилегала к полу Следующая стойка Тей Кокудачи Носок сзади стоящей ноги развернут под 90 градусов наружу 70% веса тела переносится на эту ногу 30% на впереди стоящую Кокудачи Возвращаем носок опорной ноги под 45 градусов Колени и бедра поджаты и защищают паковую область Носок выставленный вперед ноги направлен прямо вперед Пятка приподнята Расстояние между ногами 2,5 ступни Некуаси дачи 90% веса переносится на опорную ногу Пятка впереди стоящей ноги оторвана от пола так, чтобы можно было быстро нанести удар ногу Следующая стойка Эноди дачи В этой стойке колено сзади стоящей ноги согнуто, пятка поднята Стойка позволяет использовать скорость вращения бедер и очень эффективно при атаках В этой стойке сзади стоящая нога подтянута и центр тяжести находится несколько выше Эта стойка очень часто используется в свободном спарринге Далее В этой стойке расстояние между ногами по длине на одну ступню меньше, чем в стойке дзенкуцу дачи Центр тяжести находится немного выше В такой позиции легко передвигаться, поэтому и часто используют в свободном спарринге Следующая стойка Какая си дачи В этой стойке нога заведена сзади за опорную Следите, чтобы колени не расходились, сведите их Стойка часто применяется для бросков при сближении с противником Далее Реонэн дачи По сравнению со стойкой Какая си дачи Колено заведено дальше назад и центр тяжести еще больше опущен Она используется при тесном контакте с последующим применением уравадзе Следующая стойка Цуруа си дачи Колено высоко поднято Эта стойка позволяет наносить удары ногами как вперед, так и в сторону Следите за тем, чтобы колени были сведены и защищали паховую область Есть вариант Цуруа си дачи, где область паха открыта Но старайтесь применять именно эту стойку Вернитесь в исходное положение Далее стойка Санчин дачи Выставьте одну ногу вперед, сведите носки вовнутрь Это одна из самых старых стойк в карате и она очень подходит для закалки Руки стоят в положении, называемом Санчин но Камая Выполняя Ката Санчин в этой стойке, вы сможете хорошо укрепить не только внутренние органы, но и создать, так сказать, тело настоящего каратэка Сделайте шаг вперед Это стойка Муруа си дачи Стойка, где одна нога выдвинута на длину ступни и стойки Хэйко у дачи и будет Муруа си дачи Эта стойка уже, чем Ханзин куцу дачи Поэтому очень подходит для проведения приемов в ближнем бою Уравадзе часто естественным образом проводится из этой стойки В следующем параграфе я продолжу объяснение Сейчас еще раз объясню, как правильно стоять в основных стойках В этой стойке пятки и носки, но плотно прижаты друг к другу Мусуби дачи Пятки остаются прижаты Носки разведены Пятки расположены по центру Далее Хэйко у дачи Ноги стоят на ширине плеч Вот это ширина плеч Опускаем перпендикуляры Они попадают на внешние стороны мизинцев Именно эта ширина плеч является стандартным для всех стоек Ставьте ноги так, чтобы соблюдать эту ширину Из этой позиции переходим в дзенкуцу дачи В дзенкуцу дачи мизинец отставленной ноги Находится на уровне мизинца стойки Хэйко у дачи Просто нога из стойки Хэйко у дачи отставляется прямо назад Следовательно, пятка несколько уходит вовнутрь Это и есть стойка дзенкуцу дачи Следите за тем, чтобы ноги в дзенкуцу дачи не стояли шире плеч Повернитесь боком Теперь стойка Тэйко у дачи Ступня опорной ноги развернута под 90 градусов Центр тяжести опущен На первых порах стоять в ней тяжело Но со временем вы поймете, насколько эта стойка стабильна Следующая стойка Сан Чин Дачи Носок, стоящий позади ноги, находится на уровне пятки впереди стоящей Следите за тем, чтобы ноги не были расставлены, например, вот так широко Или наоборот, вот так слишком узко Носок одной ноги должен стоять на уровне пятки другой Вот в этой позиции Ноги немного согнуты и сведены Кулаки находятся на уровне плеч Локти согнуты под прямым углом Вот эта поза и называется Сан Чин Но Камая Это Сан Чин Дачи Вид спереди Поставьте ноги на ширину плеч и сведите носки вовнутрь Колени тоже сведены вовнутрь Кулаки на уровне плеч, подмышки закрыты Для развития мощи и закалки тела с помощью внутренних упражнений В этой позе силу вкладывают в точку Сэйка Тан Дэ Расстояние между ногами соответствует длине голени Вот это расстояние Когда вы становитесь или выходите из стойки Сан Чин Дачи Руки обязательно описывают договые движения изнутри наружу Для всех, кто занимается карате Очень важно научиться выполнять приемы правильно Но вместе с тем Также важно и закалять ударные части тела Наработка техники и закалка не отделимы друг от друга Как два колеса колесницей Поэтому ни одним из них пренебрегать нельзя Люди, занимающиеся боксом, обматывают руки бинтами Делается это для того, чтобы не прилагая особой силы Получить максимальный эффект Поэтому и бинтуют руки Другими словами, если выполнять движения закрепощенно То скорость падает И тело становится уязвимым Если же тело расслаблено, тогда и скорость повышается И мощь увеличивается в несколько раз Но стоит новичку в карате расслабиться Как и кулак становится расхлябанным И сила не та И в результате ожидаемого эффекта не получается Поэтому нам важно обмотать руки невидимыми бинтами И не только руки Ноги тоже нужно обмотать такими же невидимыми бинтами Именно работа по закалке ударных частей тела И поможет дать ожидаемый эффект Расслабить мышцы И в расслабленном состоянии Выдать мощь еще большую, чем в напряженном Именно для этого необходима закалка ударных частей Сейчас я расскажу о том, как это делать Как я уже говорил Наработка приемов и закалка неотделимы друг от друга Как два колеса колесниц Поэтому ни одним из них пренебрегать нельзя Люди, занимающиеся карате Должны закалять руки от локтей до кончиков пальцев И ноги От колен до кончиков пальцев ног Все эти части следует закалить очень хорошо Например, Сейкен Здесь недостаточно закалить только косточки кулака Чтобы овладеть мощью удара Сейкен Следует также закалять и Уракен И не только его, но и область что? Все это между собой тесно взаимосвязано Поэтому следует закалять руки от локтей до кончиков пальцев И ноги от колен до кончиков пальцев Вот эта рука закалена Она как бы обмотана невидимым бинтом Когда обычный человек хочет ударить противника Так как можно сильнее, он зажимается Но чем больше он напрягается, тем уязвимее он становится А сила, она наоборот уменьшится И скорость удара тоже упадет Но стоит расслабиться, как скорость увеличится Да и удар станет такой силой, что легко сметет противника с ног Для того, чтобы расслабиться и при этом не потерять задуманной мощи Нужно обмотать кулак невидимым бинтом И тогда, даже расслабившись, можно сжать кулак Значительно сильнее, чем когда руки не закалены Поэтому закаляйте всю руку И старайтесь, чтобы она у вас стала вот такой Дальше я покажу, как это делается Достаточно Это был удар уракен Я сегодня его уже упоминал По сути, здесь закаливается и линия указательного пальца И линия среднего пальца Затем вся тыльная поверхность ладони Только для одного этого удара существует несколько способов закалки Когда наносится удар, кулак будет раскрываться Следите, чтобы в момент удара кулак был сжат Далее удар что? Достаточно Этот удар записывается, как рука-меч Закаливать нужно вот эту часть Однако закаливать вогнутую область довольно сложно Поэтому я считаю, что для закалки вогнутых частей Очень подходят, например, вот такие вот углы станка На этих углах и можно закалить вогнутые части Когда вы бьете по мешку, следите, чтобы рука вот так вот не сворачивалась Старайтесь раскрыть ладонь И отводить большой палец несколько наружу Старайтесь наносить удар именно так Далее Сейкензуки Достаточно Когда вы отрабатываете Сейкензуки, представляете, что блокируете атаку противника В стойке Тейко Гуцудачи перенесите центр тяжести назад И сблокировав, нанесите атакующий удар Сейкензуки Здесь очень важно научиться правильно стоять На первом этапе новички должны складывать кулак, начиная с мизинца Но продвинутые ученики, которые уже научились складывать с мизинца Должны уметь складывать кулак, сжимая большой палец и указательный Нужно крепко сжать большой указательные пальцы И уже затем наносить удары по макеваре Еще один из важных моментов Нанося удар, следует попадать в ту точку, в которую вы целитесь На макеваре лучше поставить черную точку, например, фломастером И далее стараться наносить удары именно в эту точку Следующий удар Хидзиучи, удар локтем Достаточно Удары локтями Есть прямой удар локтем Удар сверху вниз Вот такой удар Известно много способов применения этой ударной части Поэтому закалять нужно не одну эту область А те, которыми наносятся удары вниз, вверх, круговые Все эти части нужно соответственно закалить Достаточно Сейчас этими ударами он в основном закалял голеностопный сустав Удары Гэдан Маваси Гэри Таи Джо Дан Маваси Следует наносить подъемом стопы Вот этим местом, которое называется Хайсоку Многие наносят такие удары голенью Но это большое заблуждение Удар Маваси Гэри следует наносить областью от голеностопного сустава До большого пальца ноги И нанести такой удар правильно станет возможным Только благодаря вот таким длительным, каждодневным тренировкам Однако, мы занимаемся каратэ И в поединке невозможно представить, какой областью попадешь в противника Поэтому, чтобы избежать травм Ногу необходимо закаливать от колена до кончиков пальцев Например, я лично наношу около тысячи ударов за один подход Что и вам настоятельно рекомендую Теперь позвольте мне сказать несколько слов о Кихот В Кихон это базовая стойка Кулаки на уровне плеч Локти согнуты под прямым углом Колени сведены, носки Также несколько сведены вовнутрь Но следите, чтобы ноги не были закрепощены Два кулака вперед Правую руку в исходное положение Будем наносить Сайкен Чуданзуки Этот удар наносится в солнечное сплетение противника Следите за правильностью сжатия кулака Большой палец не должен отходить Рука не должна быть расхлябанной Кулак крепко сжат Делаем 6 раз Следите за Кихотой, это очень важно Повторим еще раз Теперь 10 раз Следующий удар в верхнюю область Этот удар наносится в болевую точку над верхней губой Сначала делаем 6 раз Теперь делаем вкладывая поясницу в удар Это будет хорошо видно по движению пояса Если пояс не двигается, это значит, что человек делает упражнение только руками Следите, чтобы этого не было Смотрите, пожалуйста, на раз Следующий удар уракен в лицо Этот удар наносится за коленой частью в точку под верхней губой 6 раз делаем Движение довольно короткое, поэтому в удар следует вкладывать поясницу И использовать силу ног Делаем 10 раз Ураган в стороны Это удар по противнику, находящемуся сбоку Если вас вдруг схватили за плечо или за шиворот Тогда моментально наносится этот удар Старайтесь нанести удар в точку над верхней губой Следите, чтобы во время удара противоположное плечо и рука не двигались Обязательно вкладывайте поясницу в удар 6 раз В момент удара обязательно смотрите на противника Смотрите ему в глаза Повторим 10 раз Ураган Хидзоучи Этот удар наносится по ребрам противника в область селезенки Например, когда противник подходит сбоку и хватает вас за плечо Или когда хватает вас, например, вот так Движение короткое, но вложив силу корпуса, можно нанести довольно мощный удар Делаем 6 раз Есть люди, которые наносят удар назад и при этом смотрят в пол Это неправильно Здесь противник находится сбоку и пронесение удара Смотреть нужно на него 10 раз Это один из важнейших блоков в карате Локоть находится на уровне глаз Рука под 45 градусов Удар блокируется частью сотокутэ В момент блока рука несколько поворачивается и удар блокируется этим местом Есть люди, которые блокируют вот так Это неправильно Руку следует разворачивать вот до этого момента Следите за хиктэ Не забывайте использовать ноги Корпус развернут в половину Делаем 10 раз Сотокэ Этот блок делается от уха или из-за уха Как бы вы тянете себя за локоть другой рукой Хиктэ тянет блокирующую руку Блок выполняется размашистым движением Кулак на уровне плеч Локоть под 90 градусов Делаем 6 раз Обязательно вращайте кулак Блокируйте удар частью сотокутэ Делаем 10 раз ския Чуданучиуке Кулак на уровне плеча Локоть согнут по 90 градусов Локоть руки хиктэ должен быть оттянут Теперь область у чикотэ Удар блокируется областью от большого пальца Делаем 6 раз Вкладывайте поясницу в движение Следите за хиктэ Смотрите, чтобы тело не разворачивалось Вот так за ударом Для того, чтобы этого не случилось И существует скидэ Еще раз Еще 10 раз скидэ Теперь у чикотэ гэданбарай Эти два блока выполняются одновременно Кулак находится на уровне плеча Второй в положении гэданбарай Нельзя допускать, чтобы локти вот так широко расходились Или вот так высоко поднимались Следите, чтобы этого не было Вот правильная позиция Она есть и в ката, поэтому хорошо запомните ее правильную форму Блокировать нужно сразу после того, как руки пересеклись Теперь 10 раз скидэ Принять исходную стойку Переходим в стойку санчиндачи Далее я расскажу об ударе эшто Положение эшто должно быть вот таким Некоторые держат руку так или вот так Выпрямленные Существует множество вариантов Но в кихон ее держат именно вот так Следует согнуть руку в запястье Локоть несколько прижать Рука направлена прямо вперед Удар наносится в висок противника Вкладывайте поясницу в удар Часто люди наносят удары только руками Это касается, конечно же, и блоков Это очень неправильно Обязательно вкладывайте поясницу Все тело должно участвовать в ударе Далее сако цунчи удар в ключицу Ключица находится вот здесь Поэтому удар следует наносить сверху вниз в эту область Удар следует наносить по воображаемой линии от уха к ключице противника Представьте себе следующее Вы как бы скользите рукой по лицу противника И наносите удар по ключице Но на тренировке в кихон рука должна оставаться посередине Следующий удар Что учи учи Удар наносится изнутри по голове противника Обратите внимание Здесь поясница поворачивается в обратную сторону Принять исходную стойку Переходим к отработке ударов ногами Возьмитесь руками за пояс Отработку ударов следует выполнять из стойки фудо дачи или хэйку дачи Чтобы не потерять равновесие Расстояние между ногами можно сделать несколько уже Начнем с удара в колени Хидзагири На что следует обратить особое внимание при выполнении прямых ударов Нельзя разводить носки в сторону Разворачивать поясницу То есть наносить удар вот таким образом Носки должны быть направлены вперед Поясница тоже Должно быть ощущение, что удар наносится как бы пупком Вернее силой живота А сейчас сделаем 10 раз Руками берутся за пояс для того, чтобы не потерять равновесие Но при этом руки могут закрепоститься Подняться плечи Следите, чтобы с вами такого не случилось Расслабьтесь, опустите плечи Руки держите свободно Следите за тем, чтобы колено поднималось достаточно высоко При отработке ударов ногами, конечно же, важно правильно нанести удар Но не менее важна оттяжка ноги То есть сразу же вернуть ногу в исходное положение Вот так наносить удары нельзя Следует высоко поднять колено и нанести удар Вот так Вот так бить нельзя Повернитесь боком, пожалуйста Сейчас я попрошу сделать несколько ударов Посмотрите, на какую высоту поднимается колено Как она согнута Как выпрямляется нога Перенесите руки вперед Выполним удар у сирогери Когда вы наносите удар назад Обязательно смотрите через какое-нибудь плечо, куда вы бьете Удар наносится пяткой Следите за тем, чтобы пятка попадала в воображение И последний удар Маваси-гейри Руки на поясе Высоко поднимайте колено И наносите удар в висок или подбородок противника Сперва наносим удар основанием пальцев Чиусоко При этом следует вот так Сперва выпрямить А затем оттянуть на себя пальцы ноги Вот эта часть называется чиусоко Этой частью мы будем наносить удар Маваси-гейри Теперь вытяните стопу Это место от подъема до сустава называется хайсоко Этой областью тоже наносят удар Другими словами, есть два варианта нанесения этого удара Сейчас мы их и продемонстрируем Удар наносится в область виска или в челюсть Старайтесь попадать в то место, куда вы нацелились Это довольно сильный удар И если им попасть правильно, противника можно отправить в нокаут Теперь наносим удар областью хайсоку Подъемом ноги Его обычно наносят по шее или просто в голову Этот удар также часто используют и на соревнованиях Выпрямляйте голеностопный сустав Теперь вытяните стопу На этом основные приемы кихон можно считать пройденными Есть еще один вариант отработки базовой техники Сейчас я вас познакомлю Прямые удары в стойке щкодачи Оба гулока вперед, правую оттянуть Удар цки в щкодачи, в отличие от санчиндачи Очень хорошо подходит для закалки ног и поясницы Кроме того, здесь подработка поясницей довольно сложна Поэтому я рекомендую отрабатывать кихон в этой стойке только продвинутым ученикам Итак, вы прослушали объяснение, касающееся раздела точка Теперь я объясню, что означает понятие линия в моей системе Буквально это значит перемещаться вперед и назад по линии Но к подобным перемещениям не следует относиться Как к обычной отработке переноса центра тяжести На самом деле это значит переносить свою жизнь Поэтому прошу вас всегда об этом помнить И серьезно относиться к подобным занятиям Итак, следующий раздел – линия В этом разделе будут отрабатываться приемы в движении В карате это упражнение называется идоо гейко Упражнения в идоо гейко делаются в различных штуках Но самой главной из них является дзенку цудачи Сейчас я продемонстрирую пример отработки перемещения в стойке дзенку цудачи По этой команде руки подносятся к груди и затем разводятся По команде камаэте следует перейти в дзенку цудачи и сделать блок гэдан барайи Это самое первое базовое упражнение Сейчас я его выполню еще раз Из этого положения перемещаясь вперед следует нанести удар чуданзуки Вот так вот переместиться вперед и нанести удар Это и называется уизуки Теперь я выполню это упражнение в профиль Следите за положением хиките Корпус в положении хамми Гэдан барайи выполнен правильно В стойке дзенку цудачи на опорной ноге 70% Настоящий позади 30% Пятка плотно прижата к полу Носок повернут на 45 градусов Теперь перемещаясь я нанесу удар в область чуда Следите за поясницей Удар должен быть прямым Не забывайте о хиките Корпус не наклоняется Рука не должна отклоняться от траектории Локоть не согнут, а прямой Так вращать локтем нельзя Удар должен быть прямым Сейчас я повторю еще раз Сейчас мы покажем как реально отрабатываются перемещения В понятии линия Блок гэдан барайи должен быть закончен Одновременно с достижением позиции дзенку цудачи Разворачиваться следует быстро Такие перемещения ног с ударами вперед называют оиаси А удар называется джун дзуки И такое перемещение вперед называют оиаси, но джун дзуки Здесь очень важно сохранять положение поясницы на одном и том же уровне В начале движения ни в коем случае не разворачивайте ногу вот так Вот такие движения ни в коем случае быть не должно Перемещение должно быть быстрым и без лишних движений Давайте сделаем еще раз Следующий блок джун дан уке Ноги перемещаются так же как и ранее Поворот блок за разворотом следует блок Развернуться и затем сблокировать Итак, следующий блок джун дан уке Подносим руки к груди Возвращаем их в исходное положение и переходим к ударам ногами При нанесении майя керри колено поднимайте высоко Нельзя наносить удар снизу вверх или как бы толкая противника Вот так вот толкать или вот так вот бить снизу вверх Ударом вы должны его пронзать За разворотом руки подносятся к груди и после этого разводятся в стороны Отработка перемещений проводится вот таким образом Особое внимание обращайте на перемещение ног Теперь то, чему мы научились ведуок кейко Попробуем отработать с партнером В так называемом якусоку кумите В понятии линия учатся перемещением из одной точки в другую Как наиболее эффективно уйти от атаки противника Как тело должно двигаться относительно противника Следовательно, сейчас нужно будет уйти назад от атаки противника Сделать блок и провести контратаку Это и будет иппон кумите Поединок в один шаг В этом поединке иппон кумите Нападающий принимает положение дзенку цудачи гэданбарай И наносит удар так, как отрабатывал в идоо гэйко Сделаем медленно Защищающийся делает шаг назад Блокирует и наносит ответный удар Это наиболее стандартное иппон кумите Удар должен достичь цели Следите за дистанцией Дистанция должна быть точно выверена Дистанция в карате называется майя Она не должна быть слишком большой или чересчур маленькой Конечно, этому чувству можно научиться только работая в паре Теперь сделаем в обычном темпе Это была защита от удара в верхнюю область циудан Теперь в среднюю область циудан Сейчас будет нанесен удар в среднюю область и парирован блоком в соту-уке Если противник потеряет равновесие, значит блок проведен правильно В результате у него откроется средняя область, бок или подмышка, куда и следует нанести удар Так как противник выведен из равновесия и эта область у него ослаблена Удар может оказаться довольно эффективным Это было иппон кумите номер два Далее иппон кумите номер три Здесь блок выполняется в другую сторону В этом случае блок должен как бы развернуть противника в другую сторону Из этой позиции следует нанести удар уракен в голову Сперва взвести руку и из этого положения нанести удар Такой встречный удар довольно эффективен Далее иппон кумите номер четыре Парирование удара ногой блоком гэдан барай Сейчас мы рассмотрим случай, как блокировать удар ногой Сейчас удар нападающего был сбит в эту сторону И его развернуло вот так При этом открылись лицо и бок Нанесем удар в среднюю область В данном случае удар был нанесен в бок Но может быть нанесен и в голову Правильно выполненный гэдан барай Дает вам шанс для контратаки Не думайте только об атаке Знайте, что последующая атака рождается из правильно выполненного блока Далее иппон кумите номер пять Здесь блок должен развернуть противника в обратную сторону Блоком нападающий был сбит в эту сторону И средняя часть его тела оказалась открытой Здесь ответный удар можно нанести в любое из этих мест Он полностью раскрыт Думаю, проще всего нанести удар в голову Джо Дан Туки Чтобы удар достиг цели, здесь важно правильно держать дистанцию Все, что отрабатывалось в разделе линия Аккумулируется в якусоку кумите Таких кумите существует всего пять И сейчас мы их повторим еще раз Люди, которые совершенствуются в карате Должны хорошо отработать эти кумите Должны хорошо отрабатывать 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 эти кумите Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Но такими сложными движениями, как перемещение в сторону или по диагонали, можно овладеть только благодаря упорным тренировкам. Господа, я прошу вас не ограничиваться отработкой перемещений только по прямой, а включить в свои тренировки также отработку перемещений в сторону и по диагонали. Эти движения вы должны отработать так, чтобы чувствовать себя в них естественно. Итак, перейдем к отработке движений на стадии плоскость. Цель занятий на этом этапе состоит в том, чтобы овладеть не только перемещениями по линии, которыми мы занимались до этого, а научиться использовать эти движения в 4 и 8 направлениях. На самом деле, это этап, на котором в карате уже отрабатываются ката. Я буду делать медленно. Эти движения Это и есть джюджи-гата. Ее также выполняют и в обратную сторону. Отработка в обратную сторону называется урано-кейко. Джюджи-гата выполняется по 4 направлениям. Развороты и перемещения здесь проходят крестообразно вперед и назад. Поэтому упражнение так и называется в форме креста. Это ката тай-собаки. И здесь следует учиться тому, как правильно уходить от атак противника. Нога в этом ката всегда находится в одном и том же месте. И тай-собаки отрабатываются относительно ее. Это очень хорошее упражнение и я советую вам им овладеть. Дальше я расскажу о джюджи-гата более подробно. Сейчас я расскажу, что обычно в джюджи-гата подразумевается под тай-собаки. Это не связано ни с ударами, ни с блоками. Противник нацелен на то место, где я нахожусь. Но когда противник начинает атаку, я просто исчезаю из этого места. Просто так или так ухожу с линии его атаки. Таким образом противник теряет цель. Всему этому учит джюджи-гата. Например, если я останусь на месте, то удар достигнет цели. Это самое первое движение в джюджи-гата. Противник пытается ударить в это место. Но я нахожусь уже вот здесь. Такой дистанции уже достаточно, чтобы справиться с противником. Например, таким приемом вывести его из равновесия. А дальше с ним можно делать все, что угодно. Очень просто работать с рукой, которая слишком вытянута. Следующий пример. Сейчас противник нападает. Достаточно просто сделать шаг вперед, и противник уже теряет цель. Сделаем еще раз. Просто один шаг, и противник теряет цель. Это один из самых важных моментов в джюджи-гата. Далее, когда противник сзади. Представим, что противник находится сзади. Один шаг вперед, и уже можно значительно разорвав дистанцию, эффективно реагировать на атаку противника. Сблокировать, и затем нанести удар. Этому всему можно научиться в джюджи-гата. Сейчас я покажу несколько вариантов джюджи-гата. Сначала джюджи-гата, где применяются штоуке и маягери. Держи-гата, где применяются штоуке и маягери. Один шаг вперед spreading её. Держи уже cardiac сзади. Ирина. Один шаг. О嘉. Один шаг. Один шаг. Один шаг. Один шаг. Один шаг. Один шаг. Ошибки, которые можно часто заметить при выполнении джюджигата В этом движении важно уйти от атаки противника, убрать цель А здесь получается, что центральная линия наклонена вперед И цель как бы остается в том же месте Конечно же, это опасно И отрабатывать упражнение таким образом Не имеет смысла Видите, он как бы уходит Но то место, куда нацелен противник Все-таки остается на том же месте Старайтесь не допускать подобных ошибок Теперь перейдем к одной из самых важных вещей, которую нужно отработать на стадии плоскости Это перемещение, другими словами, аси собаки Из положения камая передвигаться вперед вот так Это называется луи аси Сбоку это будет выглядеть вот так Из этого положения двигаться вперед и вперед, без остановки Следите, чтобы у вас не получилось вот так Остановка и потом переход И спереди это будет выглядеть вот так Это абсолютно неправильно Здесь важно двигаться вперед, без лишних движений Вот что важно в этом упражнении Это и называется уи аси Далее, из позы камая нужно просто сделать шаг назад Это называется норки аси Сбоку это выглядит так Следите за тем, чтобы тело не разворачивалось, не подымалось Таких движений быть не должно Дальше я покажу укури аси, подшагивание Здесь движение начинается спереди стоящей ноги, а другая подшагивает Расстояние, на которое переносится нога, здесь меньше, чем в уэ аси Такое перемещение называется укури аси Здесь, конечно, тоже не должно быть подпрыгиваний, раскачиваний и тому подобного Далее я познакомлю вас с одним из самых важных движений Оно называется хираки аси Когда противник пытается вклиниться в центральную линию Вы уходите от атаки с помощью та и собаки Это и называется хираки аси В обратную сторону это движение выполняется вот так Это очень важный момент Из этой позиции сместить центральную линию тела Теперь в обратную сторону Это и называется хираки аси Так, отрабатывая подобное упражнение, занимаясь ката и кумите, вы добьетесь естественности движений Теперь я покажу, как отрабатываются перемещения на стадии плоскости Сперва делаем медленно Сделаем еще раз Сделаем медленно А сейчас мы покажем ипонг кумите с элементами перемещений. Итак, ойаси. Ойаси целесообразно применять для сокращения дистанции. Это перемещение очень подходит для внезапного сокращения дистанции и входа в ближний бой. Очень эффективно для быстрого входа в противника. Например, противник атакует вас ударом Маваси Герри. Такой отход позволяет уйти от атаки противника и увеличить дистанцию. Дальше любой контрудар будет эффективен. Вот таким образом можно противостоять противнику. Следующий удар Мэй Герри. Здесь можно просто отойти, применив оси собаки. Теперь случай, когда есть достаточно времени, чтобы сблокировать удар и вывести противника из равновесия. Это и позволяет провести следующую эффективную контратаку. Вот таким образом можно противостоять противнику. Далее, окуриаси. Применяется для сокращения дистанции. Например, чтобы вот так быстро войти и нанести удар. Ой, окуриаси очень эффективно, когда вы близко подошли к противнику. Далее, хираки аси. Например, противник наносит удар по впереди стоящей ноге. Если просто уйти назад, то противник, возможно, продолжит атаку. В таком случае, лучше уйти в сторону и поставить противника в удобное для себя положение. Далее, можно ввести удар по ноге или в голову. Видите, достаточно просто немного изменить направление, как откроется более широкое поле для контратак. Например, противник наносит серию ударов. Такой уход позволяет уйти с линии атаки противника и поменять свое направление. Повторим в другом ракурсе. Такой уход позволяет мне перейти к следующей атаке. Еще один вариант применения хираки аси. Например, противник нападает. От его удара я могу уйти вот так. Еще раз. Противник нападает с ой айси. Если вы уйдете назад, то контратаковать будет сложновато. Но если уйти с помощью хираки аси, из этого положения будет довольно просто нанести, например, гякузуки. Теперь, когда противник атакует серией из двух ударов. Здесь, как и в предыдущем примере, если уйти назад, то контратаковать будет довольно сложно. Но уход с помощью хираки аси позволяет поставить противника в удобное для себя положение. Все это позволяет сделать хираки аси. Так, использование атаке собаки позволяет более творчески подойти к обычному якушу-кумите и с разных сторон осмотреть возможности его применения. Давайте посмотрим, что произойдет, если при защите от гэдангери-мавасигери не использовать уходы. Например, такую атаку, которую мы сейчас видели, можно попытаться принять на себя. Но можно ли будет контратаковать? Особенно, если удар сильный. Как вы видите, выдержать его не удается. Поэтому при первом ударе гэдангери лучше использовать аси собаки. Уйти от атаки и, поставив противника в выгодное для себя положение, контратаковать. Именно в таких ситуациях аси собаки довольно эффективны. Особенно, если противник значительно крупнее. Еще один вариант защиты от связки. Как вы видите, противник теряет равновесие. Это дает вам возможность для эффективной контратаки. Наносите гэдангери и за ним джо дангери. Как вы видите, аси собаки очень эффективны и в связках. Теперь мы покажем, как отрабатывать перемещение с соблюдением дистанции в паре. Начнем с уйаси. Начнем с уйаси. Мастер Мура Цубаки Это очень важное упражнение Такое упражнение, хоть оно и без договора, обычно начинают выполнять ссылки окуриаси Совершенствуйтесь в этом упражнении и научитесь соблюдать дистанцию Как дополнение к предыдущим упражнениям могу сказать, что использование конкретного оружия, например меча, позволяет выработать тонкое чувство дистанции Нанесите удар Обратите внимание на дистанцию Меч уже здесь, а рука находится значительно дальше, чем в ударе Цуки Следовательно, парировать атаку я уже не смогу Без оси собаки здесь не обойтись Я сокращаю дистанцию и, применив хираки аси, провожу контрприем Вот такое упражнение Если опоздать даже на долю секунды, вас просто разрубят Поэтому к упражнению нужно относиться серьезно Атакующий мечом тоже должен наносить реальный удар Сделаем медленно В этот момент я делаю хираки аси и провожу прием Люди, пользующиеся настоящим мечом, будьте осторожны вдвойне Достаточно лишь немного развернуть тело и уже очень легко можно уйти от удара Так сказать, моментальной атае собаки Из этой позиции быстро перейти в другую и уже из нее нанести цуки Например, вот так Продолжение следует... Еще один из вариантов, как можно противостоять оружию Известно, что вытащив оружие, следует его взвести Чтобы нанести удар, в данном случае, нужно поднять меч вверх Именно в этот момент и следует сократить дистанцию Когда противник только собирается опустить меч, вы уже возле него Есть, например, вот такой способ сближения с противником Еще один вариант Например, меч уже занесен И когда он опускается, лишь небольшое изменение Еще один вариант Противник занес меч Он опускает его, делая шаг вперед Я, сопровождая меч, тоже отступаю на шаг вместе с ним Но раз опустили меч, чтобы ударить, его нужно снова поднять Итак, удар сделан Именно в этот момент вы и должны оказаться возле противника Достаточно сократить дистанцию буквально на толщину бумажного листа И уже совершенно другой эффект И как я уже говорил раньше, всегда нужно помнить, что двигаясь, мы переносим не тело, а свою жизнь Тренируясь, всегда помните об этом Сейчас мы переходим к стадии куб На этой стадии, движением, отработанным на стадии плоскость, добавляются движения по вертикали На первый взгляд, это может показаться просто, но здесь защитить совершенство не так-то легко При неожиданном нападении, у обычного человека, от испуга, ки идет вверх И соответственно поднимается центр тяжести Его как бы подвешивают на невидимой нити Но стоит в этот момент опустить центр тяжести, как бы осознанно сжать дело Конечно, есть еще и прыжки Но казалось бы, простое действие, сжаться никак не получается Сжаться на 10-20 сантиметров Научиться сжимать внутреннюю пружину Именно в этом движении и скрыт труд 10-20, а может и 30 лет тренировок Именно в этом сжатии и проявляется результат многолетних тренировок И это не красивые слова, а чистая правда Учитесь правильно стоять в стойках И вместе с правильным дыханием научитесь сжимать тело Именно этому и учит раздел куб Теперь я покажу, как делается, может так быть и камая Это упражнение пришло из китайского кемпо, которое называется икэн И является одним из самых важных упражнений в этой системе В карате, наряду с другими дисциплинами, уже введен и вейд тренинг и тому подобное Поэтому я считаю, что это упражнение необходимо ввести в карате Как упражнение для закалки нижней части тела Что же такое хай? Как металл заливают в емкость для придания ему нужной формы Так и хай Занимаясь этим упражнением, многие годы можно создать крепкие ноги и поясницу Так необходимы в карате Это упражнение позволит создать не жесткую, а каменелую конструкцию А мощную и одновременно гибкую поясницу Служащую основой мягких движений во всех направлениях Я считаю, что у человека, занимающегося карате, должна быть именно такая поясница Сейчас я покажу вам это упражнение Обратите внимание, что в этом упражнении есть движение не только вперед и назад Но и движение по вертикали Внимательно следите за тем, как выполняется это упражнение Эта поза может также быть и камая В этой позе вы можете контролировать пространство и слева, и справа Двигаться нужно строго прямо Поясница направлена вперед Подтягивайте ногу В этот момент тело как бы сжимается Продолжая движение вперед, я выдыхаю И переношу ногу вперед Я как бы сжимаю позвоночник Но при этом сжимается не только позвоночник, но и кости рук и ног Вот такой у вас должен быть образ Я продолжаю как бы скользить вперед Позвоночник Позвоночник Кости рук и ног Все сжимается Теперь я начинаю движение назад Все точно так же Представьте себе, что между ногами и полом находятся круглые карандаши И я перемещаясь, как бы прокатываюсь по ним Сжимаю позвоночник Сжимаю позвоночник Выпрямляю Вот он выпрямлен Теперь снова сжимаю Я продолжаю как бы скользить вперед Когда нога подтягивается, позвоночник сжимается И ноги, и руки тоже сжимаются Я продолжаю скользить вперед Сжимаю позвоночник Теперь я расскажу о связи дыхания с движениями тела Сейчас я сделаю хай с обратным дыханием Что это такое? Обычно, когда человек выдыхает, тело расширяется Когда выдыхает, сжимается Но люди, которые занимаются каратэ, должны обладать обратным дыханием Что же это такое? На вдохе тело должно сжиматься На выдохе, наоборот, расширяться На выдохе распрямляться, вытягиваться Другими словами, нужно овладеть дыханием Абсолютно противоположным, общепринятой форме Такое дыхание позволяет свести воедино все нервы тела Когда человек пугается, он подпрыгивает Тело вытягивается Но те, кто занимаются каратэ, должны понимать Что вытянутое тело – это смерть В момент опасности реакция должна быть примерно вот такой Нужно быть готовым моментально сблокировать Или самому атаковать К этому должно быть готово и дух, и тело Тогда-то и появляется необходимость спонтанной реакции, отработанной ранее Сжать тело на вдохе Это прямо противоположно обычному дыханию Поэтому-то его и следует тренировать Дышать нужно вот так Сейчас я задержу дыхание Задерживаю дыхание Связь между телом и дыханием чрезвычайно важна В момент опасности подскочить или сжаться Эту разницу в 10-20 сантиметров и определяют 10-20 лет тренировок Это и будет результатом многолетней практики Здесь сведено воедино все, чему вы до этого учились В момент испуга В 9 случаях из 10 человек вздрагивает И тело от испуга вытягивается Но для людей, занимающихся буддом, это недопустимо В этот момент уже ничего поделать нельзя Он меня ударит Думаю, это очевидно Однако, занимающиеся буддо в момент испуга Сжимаются И тогда Мне кажется всем понятно Насколько велика разница между теми, кто в опасный момент сжался или вытянулся Те, кто занимается карате сжавшись, смогут выдержать удар Вытянуться или сжаться Это все равно, что остаться жить или умереть Легкая травма или смерть Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю Теперь я хотел бы сказать несколько слов о центре тяжести В карате буддо смысл поединка состоит в контроле центра тяжести Например, встаньте в боевую позицию Когда центр тяжести стоит прочно, можно эффективно атаковать И также эффективно блокировать Но стоит лишь немного сместить центр тяжести Как ни атаковать, ни блокировать уже невозможно Обычно боец наносит удар И в момент возврата начинает атаку другой рукой Или, например, начинает атаку ногой Но стоит чуть потянуть за бьющую руку Как человек теряет равновесие В этом случае, как я говорил раньше Противник уже не может сопротивляться И с ним можно делать все, что угодно Он не выдержит даже одного удара Не говоря уже о последующих сериях Очень важно правильно блокировать атаку Чтобы вывести противника из равновесия Например, противник нападает Сделав даже такой простой уход Я уже могу контролировать его центр тяжести Еще раз Если он нападет с такой силой То результатом будет вот такое падение Или Вот так я смог захватить контроль Над его центром тяжести Например, удар ногой Еще раз Достаточно лишь немного опустить центр тяжести Сейчас я сделал это слишком сильно И он упал Но если он даже и не упадет То все равно сделать мне уже Ничего не сможет Схватить бьющую руку Или уйти и сблокировать Немного провести ударившую ногу атакующего Существует много способов Захватить и распоряжаться центром тяжести противника Имейте это в виду Я считаю, что все занимающиеся карате Должны уметь концентрировать ки А также отвлекать внимание Например, концентрация ки Благодаря концентрации ки Я могу выдержать практически любой удар И напротив Я, например, увожу его ки Еще раз Вот таким образом Я увожу ки Все его внимание поднимается вверх И эта область становится пустой То есть ки там уже нет И выдержать удар в пустую область Он уже не сможет И если первый удар был нанесен правильно То второй, третий удары Будут еще более эффективными Если ки сконцентрировано Сколько вот таких вот ударов не наноси Эффекта не будет Нужно обязательно увести ки Если ки ушло вниз Значит атаковать нужно вверх Если ки ушло вверх Значит атаковать вниз Обратите внимание на то Как следует уводить или захватывать ки противника Теперь я расскажу о камая С древних времен существует много специалистических форм камая Но я бы хотел рассказать о главном из них Которое называется мукамая но камая Готовность безготовности Например у противника в руках нож Я вытягиваю руку в его сторону И моя рука как бы его контролирует Но вместе с тем это еще и камая Я его как бы ругаю Перестань, прекрати, не надо Так делать нельзя И вдруг он нападает В этот момент Другими словами Эта рука Она-то и определяет мою дистанцию Маай Сюда входит нож И здесь я уже могу С ним обращаться как захочу Брось Перестань Например он напал в верхнюю область Это и есть одна из разновидностей мукамая но камая Камая как бы нет Но контролирующая рука и есть камая Обратите пожалуйста на это внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok